Добрый день, меня зовут Аникеев Андрей, я являюсь адвокатом адвокатской палаты Саратской области. Моя история началась с дела Елены Никитиной. Она являлась заместителем по экономике главы администрации Фрунинского района города Саратова и обвинялась сначала в получении взяток, затем в превышении злоупотребления должностными полномочиями, в воспрепятствии осуществления предпринимательской деятельности по фактам того, что получала подарки от предпринимателя своего района. Дело в отношении Никитиной рассматривал судья Фрунинского районного суда города Саратова Дежаков Игорь Олегович. Защитником Никитиной был в том числе адвокат Еремин Андрей Юрьевич. Он работал со мной в одной коллегии и мы работали в одном офисе, соответственно, обсуждали какие-то рабочие вопросы. Поэтому я слышал о деле Елены Никитиной. Разумеется, я знал, что ее супруг Алексей Никитин является заместителем главы администрации города Саратова по экономике. Именно адвокат Еремин еще в августе 2018 года познакомил меня с Никитином, в том числе и для того, чтобы я представлял интерес одного из свидетелей по делу Никитиной во Фрунинском районном суде города Саратова, интерес свидетеля Гусейнова. Я заключил соглашение с этим свидетелем. Два дня мы допрашивались во Фрунинском райсуде города Саратова. Суд по делу Никитиной проходил довольно громко. В частности из-за того, что у адвоката Еремина и подсудимый Никитин сложились, вероятно, личные неприязненные отношения к судье Дежакову. Вероятно, потому что Дежаков занимал достаточно принципиальную позицию и строго соблюдал принцип законности и состязательности в уголовном процессе. При этом Еремину и Никитиной было необходимо несколько иное, а именно любыми путями добиться получения оправдательного приговора. Они не гнувшались ничем. Писали жалобы на Дежакову во всевозможные инстанции, в квалификационную коллегию судей президенту, писали заявление об отводе. Судей доходил до того, что Еремин позволял себе мелицеприятно высказываться как в адрес суда, так и в адрес других участников процесса. И за время рассмотрения этого дела судьей было направлено в адвокатскую палату порядка 17 частных постановлений в адрес Еремина. Соответственно, сложились такие неприязненные отношения. Исчерпав все возможности законным путем повлиять на принятие судьей нужного им решения и исчерпав все попытки опорочить судью и, вероятно, подыскивая альтернативу обвинительному приговору, в конце августа 2018 года адвокат Еремин и заместитель главы администрации города Саратова Алексей Никитин обратились ко мне и предложили провести работу с потерпевшими по делу Никитиной. То есть, возместить причиненный им ущерб и тем самым создать совершенно законные условия для прекращения уголовного дела в отношении Никитиной в связи с назначением судебного штрафа, на что Никитин Алексей выделял 1 миллион рублей. Однако их истинной целью было не возмещение ущерба потерпевшим, а совершение провокации в отношении судьи Дюжакова и создание искусственных доказательств того, что судья Дюжаков якобы намеревается получить взятку по делу Никитиной, что, по их мнению, вероятно позволило бы передать дело на рассмотрение другого судьи, вероятно затянуть время рассмотрения дела, вероятно дождаться истечения сроков давности привлечения Никитиной к уголовной ответственности. Не зная на тот момент времени истинных целей обращения Еремина и Никитина и понимая всю законность указанного предложения, а также то, что выделенной суммы должно быть достаточно для возмещения ущерба потерпевшим, я согласился выполнить указанную работу. Все последующие встречи Никитин скрытно от меня записывал, а для записи пытался наговорить слова, которые, не зная о его первоначальном предложении, можно было расценить и как предложение передачи денежных средств судье, пытаясь тем самым вывести меня на выражение, которое можно было расценить и в противозаконном значении. При этом, если мною речь велась всегда о компенсации ущерба потерпевшим и, соответственно, в связи с этим возможности сюда прекратить уголовное дело, то от Никитина звучали предложения договориться с прокуратурой, договориться с судом о вынесении оправдательного приговора, договориться о смягчении меры пресечения в отношении Никитиной. 19 октября 2018 года при получении денежных средств от Никитина для возмещения ущерба потерпевшим я был задержан сотрудниками УФСБ и в пакете, переданном Никитиным для меня, соответственно, увидел билеты Банка Приколов, то есть оперативный муляж одного миллиона рублей. Отказавшись от дальнейшей передачи денежных средств судье Дюжакова, поскольку я был с ним лично незнаком, не имел вообще и не мог иметь в принципе каких-либо договоренностей об указанном, я получил возбуженное в отношении меня уголовное дело по покушению на хищение одного миллиона рублей у заместителя главы администрации по экономике города Саратова Никитина, совершенного якобы путем его обмана с моей стороны. В марте 2019 года следственные органы выяснили, что на момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении меня и на момент возбуждения уголовного дела я имел статус мирового судьи в отставке, который на тот момент времени не был прекращен. Понимая незаконность проведенных оперативно-розыскных мероприятий и незаконность возбуждения уголовного дела, а также незаконность и невозможность вообще какой-либо процессуальной деятельности по такому делу, следственные органы обвинили меня в том, что именно я скрыл от всех наличие у меня этого статуса и, изъяв из адвокатской палаты, приобщив как вещественное доказательство мое личное дело, 23 июля 2019 года, будучи лишенными вообще какой-либо возможности осуществлять сбор доказательств по такому делу, а также использовать незаконно полученные доказательства, принимают единственное верное и законное в сложившейся ситуации решение о прекращении уголовного дела ввиду его возбуждения неуполномоченным лицом и отсутствия необходимого согласия коэффициентной коллегии и судей на его возбуждение. Выглядит несколько странным тот факт некого замалчивания следственными органами о том, что когда я устраивался на работу адвокатом, я сдавал туда документы, среди которых были в том числе и трудовая книжка со сведениями, в том числе о том, что я ранее работал мировым судьей и удален в отставку. Этот факт был общеизвестен. Для меня тоже было удивительно, что отставка не прекращена, при этом, когда я перестал работать с судьей и стал адвокатом, мне никто не разъяснял, как должна прекращаться отставка. На основании моего заявления об этом в коллекционной коллегии и судей, на основании самостоятельного решения коллекционной коллегии и судей, я официально устроился работать с адвокатом. Сведения об этом были в адвокатской палате Саратовской области, сведения об этом были в Минюсте области. Более того, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении меня и возбуждения уголовного дела правоохранительные органы не могли не проверить наличие какого-либо процессуального статуса у лица, поскольку обязаны доказать вину именно в предусмотренном законном порядке. При этом обращаю внимание на то, что статус судьи в отставке не является какой-то панацеей для ухода от какой-либо ответственности и не является каким-то непреодолимым препятствием для возбуждения уголовного дела. Он лишь предусматривает несколько иной порядок его возбуждения, несколько иной порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно согласие коллегии из трех судей на ОРМ, согласие коллекционной коллегии и судей на возбуждение уголовного дела, и решение об этом принимается председателем Следственного комитета Российской Федерации. Получить такое согласие задним числом, как и прекратить отставку задним числом, в принципе невозможно, несмотря на наличие такого желания у Следственного комитета и непроцессуального обращения об этом к руководству прокуратуры Саратовской области в период с марта по май 2019 года. И здесь, казалось бы, возникает риторический вопрос, если кто-то совершил преступление, то должен ли он нести ответственность за него любой ценой, вне зависимости от доказанности этой вины. Ну, по принципу вор должен сидеть, по принципу советских репрессий 1937 года, по принципу Европейской инквизиции, то есть даже ценой нарушения закона при доказывании этой вины. Либо точное следование нормам и принципам международного права Конвенция защиты прав человека и основных, свободы Конституции России, процессуальному закону, но с возможным освобождением от ответственности действительно виновного в совершении преступления, поскольку указанную вину невозможно доказать в предусмотренном процессуальном законном порядке. Официальная государственная политика, имеющаяся в нашей стране система права, однозначно говорит о втором варианте. Но даже при этом указанный риторический вопрос не касается меня и моего уголовного дела, поскольку, несмотря на наличие неустранимых процессуальных решений, допущенных при проведении ОРМ, допущенных при возбуждении уголовного дела, в инкриминированных мне действиях просто нет состава преступления, а в уголовном деле нет доказательств моей вины. Однако желание правоохранительных органов отмыться от допущенного произвола стало намного сильнее требований законности, и правоохранительные органы решают, что если я буду осужден и без использования результата в ОРМ, тогда их нарушения при их производстве и возбуждении дела будут и не так значительны. То есть, по принципу, ведь судом же признан виновным, ну, значит, значит, виноват. Следственный комитет, передавая информацию в СМИ о том, что дело в отношении меня было прекращено, но затем повторно возбуждено, и теперь направляется в суд, умалчивает о том, что за день до возбуждения в отношении меня второго уголовного дела по тому же обвинению постановление о прекращении первого уголовного дела отменяется по совершенно надуманным основаниям. Отменяется потому, что наличие прекращенного дела неминуемо влечет отказ в возбуждении второго уголовного дела по тому же обвинению прокурор за два дня утвердил обвинительное заключение по делу из 10 томов при этом наличие моего ходатайства на 15 листах где подробно подробно расписываю процессуальные нарушения допущенные по делу совершенно проигнорированы то есть изначально спланированная провокация зафиксированы незаконным оперативно-розыскными мероприятиями направляется в суд никто не принял на следствие решения не приняла его прокуратуру фруненского района никак не отреагировали на допущенные нарушения снимая себя тем самым ответственность за эти нарушения перекладывая их на плечи суда при этом во время следствия так и не опровергли то что еще до получения мною денежных средств от никитина я уже принял меры и нашел общих знакомых с некоторыми из потерпевших по делу никитина и по сути начал исполнение его поручения на создание всех совершенно законных условий для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа уже в ходе ознакомления с материалами уголовного дела я увидел что оперативно-розыскные мероприятия в отношении меня проводились на основании заявления никитина от 5 октября 2018 года а якобы совершено мною вымогательство него 1 миллиона рублей для передачи судье в связи чем возникает вопрос почему меня задержали при получении денежных средств от никитина не дождались их передачи именно судье обращаю внимание что изначально вся эта ситуация была провокации для судьи дюжакова если меня на самом деле подозревали в передаче взятки судье ну было бы логично проследить куда я пойду с этими деньгами и задерживать меня в кабинете судьи или там при общении с судьей но этого делать не стали более того опасались что я именно и пойду к потерпевшим и вся эта устроенная комбинация просто рухнут поэтому задержали сразу после получения муляжа билет банка приколов никого было не важно куда я пойду с этими деньгами важно было поиметь палочку в виде реализованного преступления а никитину добиться того что хотел то есть они киева задержали при попытке передать судье дюжакова взятку но легенда перетачи денег судей дюжакова звучит только из уст самого никитина после этого никитина елена сразу пишет заявление об отводе судьи дюжакова поскольку он якобы причастен к получению взятки когда никитина изменили миропрещение на заключение по стражу поскольку она скрывалась адвокат еремин выступая в сми заявляет что это месть дюжакова за неполученные от аникеева деньги все это лишний раз подтверждает что единственной целью никитинах было именно скомпрометировать и опорочить судью дюжакова в уголовном деле очень много и других нарушений закона но везде красной линии просматривается именно совершенной провокации так никитин обращается в фсб 5 октября 2018 года решение суда проведения в отношении меня оперативно-розыскных мероприятий по его заявлению датировано 2 октября 2017 года в указанном решении суд пишет что в отношении аникеев уже проводится у рм что подтверждает показания самого никитина о том что 29 сентября то есть при первой как он указывает нашей встречи им уже проводились записи с использованием спецсредств сотрудников у фсб однако впоследствии он говорит что записи была сделана им исключительно самостоятельно для своей личной безопасности из этой же встречи 29 сентября сотрудникам правоохранительных органов было известно о том что я ранее работал мировым судьей соответственно документы о проверке наличия того или иного процессуального статуса почему судье не представляются следственный орган утверждает что я не мог повлиять на решение суда по делу никитиной и именно это образует состав мошенничества в моих действиях но в каком смысле не мог повлиять я говорю о том что мог повлиять то есть создать совершенно законные условия для прекращения уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа в случае если потерпевшим будет заглажен причиненный вред и ущерб следователи вероятно имеют в виду что-то другое то есть мои доводы доказательства никто не опровергнул прокурор все равно подписывает обвинительное заключение ознакомиться с материалом дела я наконец стал понимать кто такой вообще никитин алексей обращаясь в фсб 5 октября восемнадцатого года заявлением о том что я якобы вы не вымогая у него в 1 миллион рублей он рассказывает о том что у него 500 тысяч рублей вымогает замглавы администрации октябрьского района максим богомолов для того чтобы передать их помощнику прокурора города саратов одному из помощников за то же самое дело в отношении его супруги позже в ходе следствия научной ставки никитин отказывается от этих показаний и вероятно за это никитин должен быть привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос или как минимум должны следственные органы дать оценку таким показаниям но нет этого никто не делает ну дабы не опорочить и не поставить под сомнение единственное доказательство моему уголовному делают показания самого никитина в общем когда в 2018 году в суде рассматривалось дело никитина ее муж стремился любыми способами и средствами опорочить судью лишь бы лишь бы опорочить судью более того именно для этого в мое дело им привлекается ну так сказать тяжелая артиллерия вера шулькова она оказывается подругой семьи никитинах который якобы видел как 26 сентября 2019 года я был во фруненском районном суде города саратова она тайно фотографирует меня на свой телефон в лифте а потом заявляет о том что видел как я находился в туалете на девятом этаже фруненского райсуда вместе с судьей дюжаковым но я никогда не был тем более в тот день в туалете фруненского районного суда и никогда не общался с судьей дюжаковым я на две минуты поднялся в канцелярию суда после этого ушел указанной информации становится основанием для того чтобы следственные органы вышли с ходатайством об изменениями меры пресечения меру пресечения не избрали так как документы указанные приложены не были но информация шулькова проверяется по поручению следственных органов и сотрудниками у фсб проверяется и не подтверждается ну соответственно вывод шулькова лжет значит совершает преступление но ее показания закладывают в обвинительное заключение как доказательство моей вины в совершении хищения в отношении никитина я написал заявление прокурору фруненского района с просьбой привлечения шульковой уголовной ответственности за отдачу заведомо ложных показаний свидетеля и сдал его еще 2 декабря больше чем уверен что это заявление куда-нибудь потеряется зачем шулькова это делает ну возможно ей никитину очень хочется наказать судью дежакова теперь и за то что он принял все-таки в отношении никитина обвинительный приговор ведь никитина получила 8 месяцев реального лишения свободы ей зашли нахождение под стражей нахождение под домашним арестом и отпустили из зала суда но тем не менее то есть теперь не смогли опорочить дюжакова в 2018 году при рассмотрении уголовного дела теперь мы пытаемся его опорочить в 2019 году при рассмотрении моего уголовного дела указанная в расценивание иначе как месть дюжакову со стороны никитинах за вынесение приговора в отношении елены никитиной в этой ситуации возникает еще один вопрос как с целью проверки доводов шульковой проводит у рм в отношении судьи без судебного решения об этом то что у рм в отношении меня проводит без судебного решения я уже привык но как у рм проводит в отношении дюжакова без судебного решения об этом то есть опять стряпаем любыми средствами то что нам неминуемо нужно подводя итог хочу сказать что комплекс Вот этих всех нарушений и умышленного неисполнения требований уголовно-процессуального закона, отсутствие доказательств вины, моей вины в совершении криминированного преступления, отсутствие состава преступления в моих действиях, совершенно игнорируется как руководством следственного органа, игнорируется прокурором Фрунинского района, города Саратова и дело утверждается, обвинительное заключение, дело уходит в суд. Ну, соответственно, если мы живем в правовом государстве, значит, нам важно исполнение закона для доказательства вины. Если мы плюем на исполнение закона, значит, мы возвращаемся во времена репрессий, когда поймали, добились признания, осудили, расстреляли. Но сейчас-то мы живем в правовом государстве. Единственной гарантией правильного вынесенного приговора является гарантия того, что доказательства вины собраны в предусмотренном процессуальном законном порядке. При этих всех нарушениях в моем деле Следственный комитет продолжает формировать негативное мнение обо мне, как о преступнике, мошеннике, который скрыл статус судей в отставке. И я молчал об этом на протяжении более года. Я не отвечал на статьи, комментарии об этом, потому что надеялся, что во всем когда-то разберутся. Но когда за два дня прокурор утверждает обвинительное заключение и отправляет дело в суд, я понимаю, что следственным органам и прокуратуре совершенно безразлично вопросы законности в данном уголовном деле. Именно поэтому я вынужден как-то реагировать на это, реагировать на то, что допущенные нарушения перекладываются именно на плечи суда, и суд будет вынужден принимать какие-то решения по данному уголовному делу. И именно поэтому я и хочу обратить внимание прокурора Саратовской области на вот эти нарушения закона, поскольку именно государственные обвинители прокуратуры будут поддерживать в суде обвинения по моему уголовному делу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...